здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в четвертом уроке видео курса модной галереи для джумла в этом уроке я хочу показать вам как настраиваются категории какие то вообще есть настройки и какие есть настройки у изображений но прежде чем мы будем настраивать наше изображение или категория нам нужно сразу же сейчас вывести галерею нашу на сайт только тогда мы сможем видеть какие-то изменения потому что если мы с вами зайдем в админку перейдем компоненты галерея зайдем в нашу галерею кликнем на одну из наших категорий справа мы увидим с вами например вот такое поле это переводится как описание мы должны видеть где будет отображаться это описание и чтобы мы это увидели нам нужно вывести галерею на сайт она выводится очень легко она выводится таким неким шорткодом его можно вывести в любую статью или в модуль html модуль джумла давайте посмотрим сейчас на наш шаблон я буду использовать обычный родной шаблон джумла протостар и давайте вспомним какие есть модульные позиции у данного шаблона например можно разместить нашу галерею в позиция 1 давайте переходим значит в менеджер модулей переходим расширение менеджер модулей и создадим html модуль как-нибудь назовем я напишу просто единица так как мы заголовок все равно скроем позиция позиция 1 и можно например только на указанных страницах у меня только главное создано поэтому будет только там и у нас вот здесь в редакторе если вы используете обычный редактор тени мэйс вот здесь вот есть такая кнопочка это галерея это вот как раз таки и есть наша галерея и она здесь автоматически появляется после установки компонента модной галереи для джумла если мы сюда кликаем всплывает модальное окно и здесь будут отображаться все созданные наши галереи у нас создана всего одна поэтому я выбираю ее и вы видите у нас вставляется такой вот айди наши галереи все в данном модуле будет выводиться наши гли и давайте посмотрим нажмем сохранить пойдем на сайт и обновим страницу у меня вывел из галереи но изображение менее вывелись потому что я когда объяснял прошлом уроке я забыл нажать на кнопку сохранить всегда не забывайте после всяких действий нажимать вот на эту зеленую кнопку если конечно же вы все сохранили у вас изображение должны появиться сейчас я быстренько изображение верну на место видите вот животные автомобили у меня категории пусты выбираю животные нажимаю кнопку upload изображение здесь же на зале ту же захожу в папку animals выделяю все изображения нажимаю apple и дальше заходим в папку автомобили upload cars выделяю все изображения apple и теперь сохраняю все теперь у нас изображение никуда не денутся они у нас все здесь давайте посмотрим все вы видите у меня все здесь показывается то есть по умолчанию наши галереи выглядит вот так да животные только и только автомобили все у нас работает вот так открывается и вот так вот закрывается и так давайте приступим к настройкам смотрите если мы кликаем один раз по какой-нибудь категории как вы уже поняли справа у нас есть некие настройки первое поле это описание давайте посмотрим где будет выглядеть это описание если мы что-то напишем надо напротив нажать на кнопку open editor то есть это редактирование у нас открывается красиво модальное окно где вы видите у нас еще присутствует редактор давайте для пример напишем напишу просто животные тест смотрите выделяем и как обычно в редакторе можно добавить жирность можно дать какой-нибудь цвет например вот такой и нижний подчеркни это просто для примера посмотреть здесь можно даже картиночки например загружать вы это видите да здесь значит можно и html код вставлять по идее вот нажав источник давайте посмотрим где это будет выводиться нажимаем apple и сохраняем обязательно давайте обновим страницу если я кликаю на категорию животные вы видите этот текст отображается здесь то есть вы уже понимаете текст отображается над изображениями если вы планируете как-то здесь описать ту или иную категорию вы уже с легкостью здесь можете прописать какой-то текст ну и соответственно для автомобиля то же самое так выделяю опять категорию животные посмотрим что здесь есть еще дефаут категории можно поставить птичку здесь это будет говорить о том что эта категория будет по умолчанию главный то есть вместо вот этой вот показать все кто-то звездочка да помните он публичит это у нас отключить категорию то есть просто ее отключить не удаляя временно например вам нужно ее отключить ставите галочку сохраняйтесь и она будет отключена и кнопка делит полностью удалить выделенную категорию также обратите внимание вот на сортировку у меня идут значит кнопки показать все животные автомобили если вам нужно как-то переместить например автомобили сделать 1 кнопкой то вы можете просто зажать мышку на категорию и вы смотрите просто перетащите и и выше все настройки применились и теперь автомобиль у нас будет выше давайте обновимся и посмотрим у нас ничего не сменилось потому что нам здесь нужно тоже нажать сохранить давайте еще раз посмотрим все увидеть автомобиль кнопка переместилась теперь автомобиль и здесь идет сразу после показать все дальше здесь напротив кнопок у нас есть тоже такая некая сортировка по разным параметрам это у нас идет сортировка изображений например открываем автомобили выделяем по верхнему чекбокс все изображения запомните какое изображение у нас стоит самым первым и я делаю например вот это вот третий пункт кликаю просто и вы видите у меня изображение нижнее теперь стало вверху а верху верхнее изображение переместил самый низ то есть это еще идет сортировка изображений после этого нам нужен тоже будет нажать на кнопку сохранить так настроечки категории у нас тут закончились теперь смотрите что можно сделать еще с каждым изображением если мы посмотрим на изображение мы можем видеть только при наведении на миниатюру название категории если мы выделим какое-то изображение например вот этот автомобиль вы видите как здесь настройки меняются справа и у нас здесь есть такой ряд настройки смотрите title это заголовок соответственно он будет показан на картинке давайте просто я напишу здесь машина алиас это у нас для seo то есть смотрите если я здесь ничего не напишу а просто сохранюсь давайте зайдем в автомобиле выделю тоже изображение автоматически алиас прописывается на русском языке если вы серьезно относитесь к все оптимизации и хотите чтобы каждое ваше изображение хорошо было индексировано поисковыми системами то вы здесь латиницей вы должны будете прописывать каждому изображению название на латинском языке да то есть смотрите если я сейчас обновлю страницу и перейду в данное изображение то в адресной строке вы видите подписывается по русски машина то есть русские здесь слова в адресной строке это не есть хорошо поэтому в этот момент учтите дальше идет поле у нас краткое описание здесь пишем что-нибудь я напишу просто тест чтобы просто вам продемонстрировать где это будет отображаться смотрите что касается значит внутреннего тега для изображения имидж alt это тоже для seo необходимо то есть этот тег он не будет виден его будет видеть только поисковые машины то есть здесь также на латинском языке можно написать что изображено на машине если это несколько слов то слова нужно разделять нижним подчеркиванием это если делать все грамотно чтобы изображение хорошо были индексированы видеть какая хорошая галерея она позволяет очень качественно оптимизировать каждое изображение но учтите что у вас время будет затрачено гораздо больше вам придется это прописывать каждому изображению то есть вы выделяете вот так просто мышкой следующее изображение вы видите здесь все поля обновлены они все пустые вам придется их заполнять ну имидж alt я прописывать не буду оставляю пустым description а это у нас тоже описание тоже имеется такая кнопочка да давайте кликаем сюда это же вы видите такой похожий редактор давайте тоже что напишем напишу просто тест-драйв и тоже как-нибудь это обозначу красным силь также можно прописать заголовок h1 h2 и нажимаю apple и давайте сразу посмотрим где-то отображается нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу наводим на изображение вы сразу видите все что мы с вами прописали машина заголовок дальше тест вы помните я писал и автомобиль если я кликаю на изображение и вы теперь видите где отображается полное описание именно во всплывающем вот таком лайтбоксе вот данный текст тест-драйв дальше линк поле это можно повесить на каждое изображение какую-то ссылку давайте попробуем вешу ссылку и нижнее поле где точнее как открывать ссылку nav window это в новом окне или нижний пункт в этом же окне конечно с точки зрения поведенческого фактора всегда следует указывать nav window то есть открыть новом окне браузера давайте попробуем сохранить и посмотреть что получается обновил страницу смотрите что получается я навожу мышь на изображение но она у нас не откроется в лайтбоксе если я по нему кликнул у меня открывается тот адрес который я прописал для этого изображения и здесь есть такой нюанс если вы не прописываете от руки здесь адрес а копируете вставляете после сохранения здесь его может не оказаться не знаю почему так сделано это может ввести вас заблуждение вы можете подумать что это какой-то глюк смотрите что нужно сделать смотрите если вы от руки пишите адрес проблем никаких не будет а если вы просто копировали вставили адрес и чтобы он сохранился вы просто один раз нажимаете пробел и убираете пробел все из эта ссылка она как бы сохранится без проблем и последний здесь замечательную опция это код для вставки если мы кликнем на эту кнопочку это как раз таки таким образом можем вставить видео с youtube а например давайте попробуем это сделать переходим в youtube открываем какой-нибудь ролик здесь есть такая ссылка поделиться кликаем сюда дальше мы кликаем вот на эту ссылку html код и целиком копируем весь этот код будьте внимательны некоторые видео закрыты для распространения я не могу точно сказать но возможно такое видео не будет отображаться если автор видео запретил размещать где бы то ни было свое видео и в это поле вы просто вставляете вот так вот айфрейм код плеера нажимаете apple и нажимаем сохранить то есть данное видео применится только к данному изображению давайте обновимся таким образом вы можете создать и как и фото галерею так и отдельно на другой странице например вывести видео галерею то смотрите миниатюра она будет являться тем же самым изображением но если я кликаю до ссылку нам нужно убрать выделяю удаляю еще раз сохраняю обновляю страницу кликаем и вы видите у нас открывается player давайте запустим он у нас проигрывается все нормально и также на весь экран делается как бы все у нас работает таким образом вы можете через это поле вставлять код плеера например аудио трека от сервиса soundcloud или же любой какой-то код от vimeo и так далее итак на этом я наверное заканчу данный видео урок я рассмотрел настройки полностью изображения то есть вы понимаете да что для каждого следующего изображения у нас существуют отдельные такие же настройки и здесь придется вам все прописывать если вам как бы все нужно заполнять или вы можете заполнить только те поля которые вам необходимы но видео вставить достаточно удобно и просто и настройщики категории мы с вами тоже разобрали здесь еще много всяких есть настроек интересных которые мы с вами будем рассматривать следующих уроках на этом здесь все и увидимся в следующем уроке